Итак, как же получилось, что Песох и Пасха были разделены? Я имею в виду, как мы пришли к еврейскому празднику и христианскому празднику. Мы знаем, что Иисус Иешуа умер во время Песоха и провел свою тайную вечерю со своими учениками во время Песоха. И мы знаем, что изначально первые верующие были знакомы с этим. Я имею в виду, если мы посмотрим в 1 Коринфянам, 5 главу, 7 и 8 стихи, Павел пишет к верующим. Они преимущественно язычники, но среди них есть часть евреев. 1 Коринфянам, 5, 7, 8 говорит «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порокой лукавства, но с опресноками чистоты и истины». То есть они точно знали об этом. Так что же произошло? В течение нескольких первых столетий существовало разделение. Одна часть тела, следуя ранней еврейской традиции, праздновала смерть и воскресение Иисуса вместе с Песахом. Была другая часть тела. По сути, это было разделение между Востоком и Западом. Другая часть тела, которая сказала, «Нет, у нас будет фиксированный день». То есть мы будем праздновать его смерть в определенную пятницу, а его воскресенье — в определенное воскресенье. И затем, со временем, мы приходим к Константину и Никейскому собору. Итак, мы приходим к Константину, это начало 4 века. Он однозначно говорит, мы не желаем это делать совместно с этими нечестивыми евреями. Мы не хотим зависеть от этих нечестивых евреев, которые распилили Мессию в восстановлении даты Пасхи. И если мы следуем их датам, они меняются согласно лунному календарю и так далее. Поэтому нет, мы будем делать это фиксированный день. И он заявил, что это первоначальная апостольская традиция. Итак, как же эти даты разделились? Часть причин этого уходит корнями в антисемитизм — желание того, чтобы христианское общество было отделено от еврейского общества. Считаете, это был Бог? Считаете, это было правильно? В моем понимании нет, и насколько я могу видеть, и не в соответствии с Писанием.